Привет всем любителям ковровских мотоциклов! В этом видео поговорим о том, как грамотно собирать двигатель. Сборку начинаем с установки подшипников стопорных колец, уплотнений и необходимых шайпов в правую половину картера. Сальник вторичного вала и заглушку промежуточного пока ставить не будем. В дальнейшем возможно понадобится доступ к подшипникам валов коробки передач. Начинаем со стопорных колец. С кольцами подшипников коробки никаких секретов нет, а вот стопорное кольцо коренного подшипника желательно ставить определенным образом. Оно не должно перекрывать смазочный канал. Теперь о подшипниках. Я использую отечественные подшипники ГПЗ 6 класса точности, на мой взгляд это оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Ссылку на статью о том, как их выбирать, я оставлю в описании к видео. Самый лучший способ установки подшипников это пресс. Он позволяет избежать перекоса и порчи посадочного места. Но пресс есть далеко не у всех, поэтому вместо него можно использовать оправки. В данном случае головки из набора инструментов. Установка подшипников пройдет проще, если посадочное место нагреть, например строительным феном. На момент съемки, к сожалению, фена под рукой мне не оказалось, поэтому ставил подшипники по старинке. Смазываем маслом посадочное место и при помощи оправки, не перекашивая, запрессовываем подшипник. Оставшиеся два подшипника запрессовываем таким же образом. Не забывайте, что обойма подшипника вторичного вала ставится парточками внутри картера. Устанавливаем на место маслонаправляющую шайбу. Она также не должна перекрывать смазочный канал. Далее ставится правый сальник коленвала. Я настоятельно не рекомендую использовать сальники из ремкомплектов. Они не выдерживают никакой критики. Подбирайте хорошее уплотнение по размерам. Посадочное место смазывается и с помощью оправки сальник устанавливается на место. Переходим к сборке вторичного вала. Для сборки понадобится пластичная смазка, например литол. Густо смазываем беговые дорожки и приклеиваем 42 ролика, разделяя их шайбами. Итак, подшипник собран, ставим на место уплотнения и втулку, по которой работает сальник. Сначала ставится стальная разительная шайба, потом резиновое колечко. Втулка устанавливается фаской к шестерне. Аккуратно вставляем собранный вторичный вал в правую половину картера. Чтобы он и дальше оставался там, надеваем ведущую звезду и наживляем гайку. Напоминаю, что резьба на вторичном вале левая. В правой половине картера пока все, переходим к левой. Снова начинаем с установки подшипников, необходимых шайб и уплотнений. Ставим на место стопорные кольца, опять обращаем внимание на то, чтобы стопорное кольцо коренного подшипника не прикрывало смазочный канал. Далее посадочные места смазываем маслом и уже известным способом запрессовываем на место подшипники. Вкладываем маслонаправляющую шайбу, не прикрывая смазочный канал, и устанавливаем сальник. В данном случае он ставится плоской стороной к коленвалу. Ставим дистанционную шайбу. Она нужна для того, чтобы подшипник, вращаясь, не задевал сальник внутренней обоймой. После смазываем посадочное место и ставим второй подшипник. Теперь можно установить коленвал в левую половину картера. В идеале перед установкой он должен быть обцентрован. Если у вас нет специального инструмента, лучше отдать коленвал на центровку знакомому токарю. Ну а если нет ни инструмента, ни токаря, можно воспользоваться рекомендациями из статей, которые я оставил в описании к видео. Также стоит обратить внимание на поверхности цапв коленвала, по которым будут работать сальники. Она должна быть гладкой, без царапин, раковин и задиров. В идеале отполированной. Если захочется отполировать эти поверхности, не полируйте эти места, где сидят подшипники, иначе ослабите их посадку. Обязательно нужно убедиться в отсутствии радиального люфта подшипника нижней головки шатуна. Такой звонкий стук говорит об износе подшипника. Но так как радиальный люфт рукой почти не ощутим, можно считать, что этот коленвал еще пригоден к использованию. Замеряем глубину кривошипной камеры на обоих половинках, складываем полученные значения, добавляем толщину прокладки. Из суммы вычитаем ширину коленвала и полученное значение делим пополам. Мы получили зазор между стенкой кривошипной камеры и коленвалом, при котором он будет располагаться точно посередине. Теперь можем приступить к установке коленвала. Молоток нам не понадобится. Для затягивания коленвала в подшипнике левой половины картера будем использовать вот это приспособление. Его описание я оставлю, но вы поняли где. Подшипники смазываем маслом, вставляем на место коленвал. Накручиваем нашу приспособу на цапфу и можно начинать. Также понадобится такая муфта-переходник, ну или просто кусок трубы с шайбой, чтобы было во что упереть гайку. Собираем всю конструкцию и закручивая гайку втягиваем коленвал на место. В моем случае глубина муфты оказалась недостаточной и пришлось нарастить ее всяким подручным хламом. Когда коленвал будет установлен почти до конца, необходимо проверить зазор, который был вычислен ранее. Таким образом мы добьемся установки коленвала ровно посередине. Для дальнейшей сборки левой половины картера придется водрузить на какие-то подставки. Ставим на место основание упора. Оно крепится двумя болтами со стопорными шайбами. Край шайбы нужно обязательно загнуть на грань болта. Вставляем в гнездо фиксатор механизма переключения передач с пружиной. Устанавливаем первичный вал коробки передач. Примерно на этом этапе начинается регулировка механизма переключения передач. Но о регулировке я расскажу в отдельном видео. Следующий этап – установка этого механизма на место. Он ставится одновременно с подвижной шестерней первичного вала и с валом педали переключения. Пожалуй, это наиболее кропотливая операция. Запихнуть все три детали на место не так уж и просто. Мешает пружина фиксатора. Она давит на механизм и не дает попасть штифтами в отверстие. Механизм переключения передач крепится двумя болтами со стопорными шайбами. Края стопорных шайб надо обязательно загнуть на грань болтов. Ставим шестерню первой передачи плоской стороной вверх. Следующая – подвижная шестерня промежуточного вала. Теперь можно вставить сам вал. На этом этапе регулируются зазоры между кулачками подвижных и неподвижных шестерен. И последняя шестерня промежуточного вала ставится выступом вверх. Итак, коробка собрана, по необходимости отрегулирована. Наносим тонким слоем герметик и ставим прокладку. Не забывайте про верхнюю часть впускного канала. Привалочная плоскость правой половины картера тоже смазается герметиком. Слегка смазав маслом валы, можно собирать картер воедино. Осталось стянуть половины картера винтами. Винтов всего 13. 9 коротких и еще 4 разной длины. Где какие стоят – ясно из видеоряда. Затягивать винты следует крест-накрест и постепенно. То есть сначала закрутить все без усилия и уже потом затягивать. Когда винты будут затянуты, в коробке путем допрессовки подшипников окончательно выбираются люкты валов и в получившийся зазор под стопорные кольца подкладываются шайбы. Загоняем на место направляющие втулки, переворачиваем двигатель и собираем моторную передачу. Сначала надо проверить, находятся ли в одной плоскости звезды моторной передачи. Ставим на место ведущую звезду и корзину сцепления. И если вдруг звезды находятся в не одной плоскости, толщину пакета шайб под втулкой корзины придется изменить. В данном случае все в порядке и можно продолжать сборку. Под пружину пускового механизма кладется специальная шайба выпуклостью вверх. Вал кикстартера ставим на место, заводим конец пружинного гнезда и закручиваем его на один оборот. Этого вполне достаточно. Надеваем на валы всю моторную передачу в сборе. Под гайку ведущей звезды кладется волнистая пружинная шайба. Вместо нее можно использовать гравер или просто посадить гайку на фиксатор резьбы. Под внутренний барабан корзины сцепления ставится толстая шайба, опирающаяся на втулку. Заводской стопорной шайбы гайки корзины у меня не оказалось, поэтому я по-быстрому изготовил ее сам. Шайба своим усиком вставляется в специальные отверстия во внутреннем барабане сцепления. Наживляем гайку слева резьбой на первичный вал и с помощью нехитрого приспособления фиксируем корзину сцепления от проворота. Затягиваем гайку ведущей звезды с обычной правой резьбой, переставляем приспособу и затягиваем гайку внутреннего барабана сцепления. После затяжки обязательно загибаем край стопорной шайбы на грань гайки. Собираем пакет дисков сцепления. Первым ставится толстый стальной ведомый диск в фаской коробке передач, но дальше чередуем ведущие и ведомые диски. Ведущих дисков должно быть 7, ведомых 6, не считая нижнего самого толстого. Ставим на место шток сцепления, а внутрь первичного вала вложим шарик. Во всем приводе сцепления он единственный, других шариков больше нигде быть не должно. Поставим на место грибок. Таким образом шарик окажется между грибком и штоком. Закрывает корзину сцепления нажимной диск. С помощью такого крючка, который не сложно сделать из велосипедной спицы или, например, гвоздя, зацепим пружины за нажимной диск. Ну вот, моторная передача и собрана, можно двигаться дальше. Поставим сальник кикстартера в левую крышку картера. Ставится он пружинкой наружу. Ставим колпачок сальника кикстартера. Если он вдруг ненадежно держится в своем гнезде, можно его закернить. Пробку регулировочного винта корзины сцепления лучше посадить на герметик. Бывает, что из-под пробки отпотевает масло. Но сделать это лучше после установки двигателя на раму, так как, скорее всего, придется регулировать сцепление. Пробку с щупом можно просто наживить, все равно еще заливать в коробку масло. Мажем привалочные плоскости на картере и крышке картера тонким слоем герметика. И ставим на место прокладку и крышку. Крышка крепится к картеру пятью винтами. В подголовки винтов кладутся медные уплотняющие шайбочки. Если их нет, снова выручит герметик. Слишком герметика лучше убрать, чтобы не портили вид мотоцикла. Пока двигатель лежит на боку, можно закрутить сливную пробку картера. Закручиваем на место шпильки цилиндра. Их можно посадить на резьбовой фиксатор. Переходим к сборке цилиндра поршневой группы. Для начала убедимся, что поршневые кольца перемещаются в своих канавках свободно. Затем измерим боковой зазор кольца в канавке. Он должен быть в пределах от 0,05 мм до 0,1 мм. В моем случае 0,09 мм. Теперь проверим зазор в стыках колец. Обычно кольцо при этом вставляется в нижнюю наименее изношенную часть цилиндра. Но мой цилиндр расточен и мне удобнее проводить измерения, вставляя кольцо сверху. У новых поршневых колец зазор не должен быть меньше 0,2 мм. Если он меньше, стык колец подтачивается, после чего измерение повторяется. Я немножко переточил, но ничего страшного. В процессе эксплуатации допустимо увеличение зазора до 3 мм. Если вам пришлось подтачивать стыки колец, то выемку под стопорный штифт тоже придется подточить. Удобнее всего это сделать круглым надфилем. Если выемку не подтачивать, кольцо при нагревании упрется в стопорный штифт и двигатель может заклинить. Надевать кольца на поршень удобнее всего, используя какую-нибудь тонкую жестянку. Жестянку можно вырезать, например, из пивной банки. Таким способом кольца надевать гораздо легче и удобней. Гораздо меньше шансов их сломать или поцарапать поршень. Второе кольцо надевается точно так же. Следующий шаг это подборка поршневого пальца к поршню. Для начала смажем маслом верхнюю головку шатуна и вставим туда игольчатый подшипник. На восходовских двигателях посадка поршневого пальца в поршне плавающая. Это означает, что палец крутится как в подшипнике, так и в бобышках поршня. Правильно подобранный палец должен вращаться в бобышках с некоторым усилием. Не слишком легко и не сидеть намертво. Чтобы облегчить процесс установки и снятия пальца, стоит изготовить такое приспособление. Оно состоит из шпильки, гайки, шайбы и подходящей трубки. Им же удобно запрессовывать палец при установке поршня на двигатель. Проверим, как подобранный палец ведет себя в подшипнике верхней головки шатуна. Здесь палец должен вращаться без усилий и не иметь радиального люфта. Когда подходящий палец наконец выбран, можно продолжить сборку. Установим бобышку поршня стопорное колечко. На двигатель поршень всегда ставится так, чтобы стопорные штифты колец никогда не попадали в окна. Для восходовского поршня это положение, когда стопорные штифты направлены назад по ходу мотоцикла. Стрелка на днище при этом смотрит вперед. Смажем маслом палец и вставим его в свободную бобышку. Теперь с помощью приспособления втягиваем палец в верхнюю головку шатуна. Здесь нужно быть осторожным, попасть пальцем в подшипник и не повредить его. Далеко не всегда это получается первого раза, поэтому придется запастись терпением. Палец заходит в подшипник без усилия. Если закручивая гайку вы чувствуете серьезное сопротивление, значит скорее всего палец уперся в обойму подшипника. Затыкаем тряпкой горловину картера и устанавливаем на место второе стопорное кольцо. Опускаем поршень в нижнюю мертвую точку, чтобы он не мешался и сажаем на герметик прокладку цилиндра. Сажать все прокладки на герметик это просто перестраховка. Я не заставляю делать вас то же самое. Далее фиксируем поршень отверткой, чтобы он не провалился. На привалочную плоскость цилиндра тоже можно будет нанести герметик, а гильзу изнутри смазать маслом. Теперь помогая отверткой и пальцами утапливаться поршневым кольцем в своих канавках, надеваем цилиндр на поршень. Приклеим литолом гильзе цилиндра медную прокладку кольцо и поставим на место головку. Теперь остается только лишь закрутить гайки и двигатель можно считать собранным. Сначала следует слегка закрутить все гайки и лишь потом начинать их постепенно затягивать крест-накрест. Не стремитесь затягивать одну гайку сразу до упора, так очень легко можно сломать головку. Ну вот и все. Как видите сборка двигателя по уму это не так уж и сложно. Всем спасибо за внимание. Надеюсь после громадной сборки ваши мотоциклы покажут себя с лучшей стороны.